Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хочу выразить благодарность. Меня слышно? Спасибо. Я хочу выразить благодарность всем спикерам этой конференции. Это очень чрезвычайно интересно. Мое выступление будет посвящено вопросам следующим. Умеет ли руководитель создать проблему для сотрудника или коучинг как средство профессионального личностного развития педагога? И мы поговорим о проектированной модели профессионального роста. Я хочу сразу сказать о том, что, наверное, в моем выступлении сегодня не будет содержаться каких-то конкретных методических приемов или наработок. Я думаю, что это все-таки будет некое размышление, наблюдение о том, что происходит сегодня в системе образования и какие требования сегодня определяются к личности учителя. И как коучинг может здесь помогать создавать то ресурсное состояние, где педагог мог бы черпать те самые ресурсы, которые ему сегодня очень необходимы. Поэтому мое рассуждение о том, как сегодня руководитель может способствовать, содействовать развитию своего сотрудника, своих педагогов. Сегодня мы все поставлены в рамках задачи реализации национального проекта образования. Очень серьезнейшая задача, очень серьезные цели поставлены, то есть это выход в десятку лучших стран по качеству образования. И вторая цель – это про развитие духовно-нравственной личности ребенка, основанной на традициях нашего народа, нашей страны и так дальше. Поэтому, конечно же, для реализации этих целей сегодня появляется череда федеральных проектов, очень интересных, содержательных, наполненных смыслом, глубоким и очень высоким темпом работы. Вот на следующем слайде я предлагаю вам вместе со мной поразмышлять о том, какие вызовы сегодня вообще предъявляются современной системе образования. Да, это, конечно же, обучение 4К, это креативность, это критическое мышление, это кооперация, совместная деятельность и это коммуникация. Конечно же, я думаю, что вы согласитесь со мной и с экспертами, которые сегодня на многих площадках говорят об этом, что мир стал очень быстрый, то есть очень высокий темп, ты или сегодня быстрый, или ты сегодня уже мертвый, как говорит Ирина Казакова, доктор педагогических наук. Все требуется сегодня осмысливать очень быстро. Серьезнейшие вызовы, это вызовы, связанные с реализацией стратегии научно-технического, технологического развития Российской Федерации, это развитие цифровой экономики нашей страны, это вызов, связанный с тем, что задачи очень сложные, и, знаете, я бы сказала, что они такие замиклицованные сегодня, потому что очень часто я говорю себе, что когда передо мной ставят задачу, я говорю себе, наверное, это поедине, Дежда Павловна, туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, но что-то точно нам принеси. И, кстати говоря, благодаря обучению в Эриксоновском университете, вот вообще благодаря этой площадке, я помню замечательно вот те принципы, которые дал мне Международный Эриксоновский университет, я при постановке перед собой такой задачи говорю себе, со мной все хорошо, у меня есть все ресурсы, и тогда я начинаю вспоминать свой опыт, я начинаю креативить, и я себе говорю, я с этой задачей справлюсь. И это очень важно, и я очень рада, что у меня есть очень понимающий меня начальник, который верит в меня, доверяет мне, и поэтому это дает мне уверенность в том, что я с задачей справлюсь. Поэтому вот неопределенность очень высокая, многозадачность и их вариативность, это все очень серьезные такие вещи. Поэтому, конечно же, сегодня, на мой взгляд, очень важно говорить о том, что нам нужно подготовить педагогов к тому, чтобы они научили наших детей адаптироваться в современном мире, чтобы они были креативными, чтобы они имели критическое мышление, потому что очень много информации, в которой следует разобраться. И сегодня век проектного управления, когда без кооперации, без совместной деятельности вообще невозможно достижение определенных целей и быть эффективным. И, конечно же, это коммуникация, потому что образование 21 века – это действительно коммуникация, это общение. И работая практически каждый день в аудиториях с педагогами и с руководителями, к сожалению, я констатирую, что у нас здесь есть еще над чем работать. На следующем слайде мне бы хотелось, чтобы вы тоже присоединились ко мне и, может быть, добавили ваше размышление о том, какие вы видите вызовы, какие вы видите тенденции или тренды, или прогнозы, которые сегодня явно проступают. Это расшколивание. Смотрите, здесь есть несколько аспектов. Расшколивание – это удержание подростков в школе, потому что начальная школа, дети начальной школы у нас сегодня еще находятся в школе, они послушаны, они с нами, но все равно усказают информационное пространство. А подростки очень часто уже находясь с нами еще в школе, но они уже не с нами, они находятся в виртуальном мире. И поэтому здесь задача – как говорить, как установить взаимодействие с ними, или это, может быть, надо педагогу современному оказаться в пространстве, где тусуются сегодня дети. Это отношение к интернету, это отношение к тому же контакту. То есть, может быть, действительно нужно учителю оказываться в тех пространствах виртуальных, но для чего? Для того, чтобы научить этого ребенка все-таки жить в реальном мире. То есть, побывая, бывая с ними там, все-таки, скажем так, дать ребенку, скажем так, способы нахождения в реальном мире. Расшколивание – это, скажем так, интересное наблюдение за тем, что будет делать ребенок, когда, ну, скажем так, учитель не становится, то есть не следит, он не имеет власть над ребенком и аттестация где-то там далеко. Поэтому это про смещение фокусов, про внутренние цели, что будет делать ребенок, когда вот не будет что-то над ним назидать, потому что сегодня над ребенком очень много назидающих вещей. Следующая тенденция – это тенденция развития форм семейного образования. И для системы образования это очень серьезный вызов и звонок. В этом году 100 тысяч семей в Российской Федерации не отправили детей в школы, и это про эффективность школы. То есть нельзя, чтобы школа стала хаичной. Над этим надо нам все вместе подумать. То есть сегодня семья является заказчиком образовательной услуги и очень серьезным игроком, потому что молодые педагоги как раз сегодня, молодые родители сегодня решают, отвечают для себя на вопрос, где, чему и как будет обучаться мой ребенок. Это очень хорошо для тех семей, для которых образование – это ценность. Но что делать тем семьям или с теми семьями, для которых образование – это не ценность? Поэтому, конечно же, нужна очень четкая государственная образовательная политика, но и, скажем так, возможности изменения по удовлетворению тех потребностей, которые сегодня есть у современной семьи. Поэтому, что современная семья ориентирована на индивидуализацию. Очень четкий запрос на индивидуализацию – это эпоха индивидуальных образовательных программ. Если наш педагог сегодня не научится конструировать индивидуальные образовательные программы и работать так, чтобы учитывать эту индивидуальность каждого ребенка, то мы как раз будем получать историю про то, что наши дети могут покидать современную школу. Прогноз про тьютера – это тот человек, который как раз поможет той семье выявить способности ребенка и направить ту семью, скажем так, где можно запрос образовательный удовлетворить. Поэтому прогнозы сегодня про институциализацию тьютерства, про востребованность этого специалиста. Но другая проблема связана с большим количеством репетиторов. И это тоже не очень хорошая история про результаты, про то, кто их получает и как мы это получаем. И это очень серьезные системные вопросы, которые мы, конечно же, не решим, даже говоря сегодня об этом. Информатизация, цифровизация, внедрение технологий электронного обучения, электронных обрадовательных ресурсов и другое. Среди прогнозов, которые, скажем так, накладывают отпечаток на деятельность педагога сегодня, я прописала, что это миграция населения с восточной части страны, увеличение качества детей в центральной России, это и отсутствие площадей для проведения урочной деятельности, и это, скажем так, очень насыщенный объем работы в школе. Поэтому здесь очень важно сегодня креативить и искать, как же все-таки, находясь в таких трудных условиях, найти возможности для того, чтобы решить задачи, поставленные стандартам. И здесь только можно решить эти вопросы с хорошим руководителем, который создает условия для своей команды, где очень креативно подходит к решению этих вопросов. И тогда это, смотрите, это выход за территорию школы, это завоевание школы других пространств, это проведение той же внеурочки в музеях, в домах детского творчества, в музыкальных школах. Понятно, что это много вопросов, связанных с организационными моментами, но тем не менее, это еще, знаете, про то, как проявлять творчество, находясь в рамках и очень трудных условиях сегодня. Цифровое пространство школы. Я, в принципе, уже об этом сказала, что школа сегодня должна расширить свои пространства и находиться в тех пространствах, где сегодня находятся дети, чтобы не стать архаичными, потому что сегодня школа уже не является единственным источником информации и знаний. Коллеги, а как вы думаете, какие вы бы добавили проблемы, которые сегодня есть в системе образования и которые нам всем нужно решать, и коучи как раз очень замечательно могут быть здесь очень полезны и эффективны. Хотелось бы, чтобы, если меня слышно и видно, и кто-то еще со мной сегодня, вы бы написали о том, что вы видите, вот как, знаете, как коучи, которые могут посмотреть на систему образования, скажем так, отойдя со стороны, посмотреть и сделать свои такие прогнозы, потому что мне очень нравится коучинг, потому что это про, знаете, про перспективную рефлексию, то есть это взгляд туда в будущее, для того чтобы понять, что необходимо делать сейчас, сегодня. Ну, вот хотелось бы еще продолжать, говорить про тенденции, про вызовы. Я бы сказала так, это обучение, основанное на увлечении учеников. Вы знаете, вот для меня слово увлечение в этом году, для меня это как тренд, да, то есть тренд это как то, что вот появляется, и я стала это замечать в обновленном федеральном государственном стандарте, сказано о том, что мы сегодня должны обучать детей, увлекать их. Это какие-то другие документы, это эксперты, которые сегодня, ну, скажем так, вместе на мировом уровне, например, организация ОСР, которая занимается проведением международных исследований, они тоже говорят о том, что сегодня должно быть организовано обучение, основанное на увлечении учеников. И тогда возникает вопрос, а кто может сегодня, какой учитель сегодня может увлечь своих учеников? Востребованность учителя-мастера, то есть мастера, человек, который увлекает знания, который имеет эмоциональный, социальный интеллект. И поэтому, конечно же, мы выходим на идею о непрерывности образования. Это действительно про непрерывность образования, про педагог, который хочет всегда быть в развитии, и он увлечен в свое собственное развитие. Поэтому вот очень хочется поблагодарить участников конференции. По мере возможности мы с педагогами на прошлой неделе, это был город Сальск, где мы проводили курсы нашего отдела по вопросам организации проектной исследовательской деятельности детей и в одноурочной деятельности. Мы прям выходили на площадку конференции и наблюдали за размышлениями Вилия Вейнандеса, учитель химии и физики в Голландском колледже. Нам было очень интересно посмотреть на его опыт в технологии еду скра, и это именно про то, как работать в команде. Когда мы с учреждениями работали в тех самых командах и проектировали, какая должна быть школа, то нам очень понравилось, и мы увидели педагогов, которые увлечены. И мы говорили про непрерывность образования, про развитие самостоятельности, различных компетенций сегодня и, конечно же, способности к самообразованию. И как сделать сегодня, чтобы наш, да, как сделать, спасибо большое, да, 4К, это точно тренд сегодняшнего дня. Как сделать так, чтобы ребенок уже в первом классе находился в непрерывности образования, да, то есть если мы учим ребенка в школе для того, чтобы он только звал в ЛГЭ, это одна история. Вот если мы учим для жизни, то это другая история. Это когда, может быть, он в стенах школы не заинтересовался английским языком, а выходя из стен школы и понимая, что это не нужно, приобретя в школе способы научить учиться и компетенции, то он, в принципе, эту задачу для себя может решить, уже не находясь в стенах этой школы. Ну вот на следующем слайде опять размышления о том, учитель будущего, кто он какой. И, конечно же, мы сегодня говорим о том, чтобы школа не потеряла своего первенства в 21 веке, век цифры, когда искусственный интеллект очень активно торгается в нашу жизнь, и есть такие прогнозы о том, что в скором будущем в трудовой функциях педагога тоже искусственный интеллект будет активно внедрять. Поэтому сегодня говорить очень актуально о новых формах работы с детьми, о новых профессиональных позициях, о новых моделях поведения и говорить о явочном характере этих, скажем так, моделей поведения, я имею в виду появление стандартов каких-то профессиональных, которые могут появиться. То есть сначала явочный характер, а потом уже только профессиональный стандарт. У нас, к сожалению, иногда сначала стандарты, а потом должны появиться эти специалисты. Это большая проблема потом. Конечно же, нужно говорить о том, что сегодня у нас новые дети, это образ новых профессий. Поэтому вопрос, как обучать сегодняшних первоклассников, чтобы они не остались без работы, с повзрослыми, потому что роботы ищут работу, а дети, которые сегодня учатся у нас, они должны будут создавать рабочие места. И поэтому сегодня учитель, это центральный фактор, роль учителя лишь только возрастает. На прошлой неделе я была в Москве на очень интереснейшем международном методическом семинаре, где команда, знаете, международных коучей и наших российских, среди которых Ирина Идлева, это Калининградский институт развития и образования, как раз Мария Хапкина из Москвы, как раз все говорили о том, что несмотря на то, что так много трудностей, цифры и так дальше, учитель, роль его только возрастает. Поэтому вовлеченность учителей в развитие. Уровень мотивации педагога в профессиональной деятельности. Здесь мы проводим исследования, которые показывают, что, к сожалению, сегодня здесь есть трудности, потому что высокий уровень требований к результатам труда учителя, напряженный темп работы, появление новых профессиональных задач, вызовов, для которых необходимы новые компетенции. К сожалению, сегодня есть явление прокрастинации педагогов, склонности к постоянному откладыванию каких-то очень важных и срочных дел, быстрых темпов работы, которые могут приводить к каким-то профессиональным, даже жизненным проблемам, к эмоциональному выгоранию. Поэтому, конечно же, нужно говорить о субъектной позиции педагога, как создать условия для появления, возможно, нового типа или нового поведения педагога. И я бы сказала так, как обеспечить все-таки свободу педагогов в политическом и экономических смыслах, как обеспечить творческую свободу и автономность развития, как обеспечить непрерывность профессионального развития. Ну вот на слайде есть такие замечательные картинки из будущего. Это федеральный проект «Учитель будущего», в рамках которого в стране будут организованы Центры непрерывного профессионального развития и независимой сертификации. Это очень интересная идея, посмотрим, как она будет реализована. И что нам сообщает этот федеральный проект? О том, что должна быть построена национальная система учительского роста. Мы должны помогать учителю выявлять и устранять профессиональные дефициты. Мы должны существенно обновлять программу повышения квалификации. Мы должны очень усовершенствовать методическую систему работы. Мы должны выявлять лучшие практики, стажировки, использование цифровых технологий. И это профессиональная ассоциация. Замечательно, что вот есть такие площадки, на которые мы можем прям вот заходить и смотреть, что происходит, то есть черпать очень интересный методический такой опыт, который демонстрируют практически все участники нашей конференции. Ну и вот посмотрите, в рамках этого проекта предполагается, что в школе должны появиться новые специалисты. Это тьютер, это коучи. Это очень интересная новость для нас, потому что я очень часто, заходя в аудиторию, говорю о том, что смотрите, нам нужен коуч, и коучинговый подход – это про это, и про это. И я говорю, у меня есть основания, потому что и в проекте профессионального стандарта руководителя образовательной организации сказано о том, что современный руководитель должен обладать технологиями коучинга. Это и посмотрите, организатор проектного обучения, потому что сегодня в проектном управлении нужно научить детей проектировать. Спасибо, Татьяна. Да, мне эта фраза тоже очень нравится, потому что действительно, как сделать так, чтобы сегодняшние дети должны создавать рабочие места, и они не должны остаться без работы, потому что сегодня четыре крупные компании зарабатывают такое большое количество денег, которое раньше зарабатывало большое количество людей. И поэтому, как сделать так, чтобы наши дети сегодня еще были, ну, скажем так, успешны в этом вопросе. Разработчик образовательных траекторий, координатор образовательной онлайн-платформы, ментор статапа в Сальске. Одна учительница стоит и говорит, а я уже это делала, два года назад я пробовала, и это очень востребовано. А зачем нам сегодня нужен игромастер, игропедагог? Потому что вовлечь, потому что игра – это форма, в которую, как дидактическую, можно вложить в содержание и увлечь. А тренер по майн-фитнесу, и мы прямо на занятиях с педагогами открываем тот же интернет и ищем, что это за понятие, говорим, а вообще-то специалист нужен или нет. Мы, посмотрите, разработчик инструментов обучения состояния сознания. Поэтому, когда мы с педагогами анализируем это, сначала для них это является очень каким-то шокирующим, но когда мы погружаемся вглубь, и я использую вот эти инструменты коучингового подхода, то мы приходим к поводу о том, что действительно сегодня в современной школе эти специалисты могут появиться, наверное, должны появиться, потому что дети становятся другими, очень сильно меняются. В этом, конечно же, роль качества управленческих решений на уровне государства, региона, муниципалитета, на уровне самой образовательной организации – это очень важные вещи. Конечно же, это управленческая культура, руководитель которой сегодня стратег, осуществляющий переход в школу в новое состояние. Это про выделение перспективных областей развития, это про области изменения, про степень потребности в изменениях и реальность этого, потому что сегодня технология смарт – это то, что должно быть сегодня таким очень рабочим инструментом любого руководителя. Поэтому, конечно же, сегодня на занятиях с нашими руководителями мы говорим о том, как анализировать кадровые процессы, как моделировать эти процессы, как оценивать состояние человеческих ресурсов, как управлять мотивацией, компетенциями персонала, как создавать обслуживание профессионального роста педагога. Мы сегодня готовимся с одной школой, очень замечательной школой города Ростова-на-Дону, пока не буду говорить, к очень серьезному конкурсу всероссийскому по определению лидеров качества образования. И у нас с основания эту школу заявлять на этом конкурсе, потому что она показывает очень интересные, есть очень серьезные результаты на уровне Российской Федерации в международных исследованиях ТИМС и ПИЗа. Это очень достойный результат. И когда мы определили номинацию, с которой мы пойдем на конкурс, то школа выбрала сама номинацию, связанную с организацией внутришкольной системы профессионального роста. И когда наши педагоги, наши руководители этой школы рассказывают о том, что они делают у себя в школе, это так интересно, это так увлекает. И тогда вот он становится понятен, а в чем же секрет такого высокого достижения качества образования? Это среда, это управление, это внутренняя свобода в образовательной организации, это вариативность, это действительно, посмотрите, стимулирование развития сотрудников и создание для них проблем развития, я бы так сказала, переформатировать, перевод проблемы в задачу развития. И тогда очень интересно, что делается в этой образовательной организации. Поэтому вот я думаю, у нас будет очень интересный опыт, и мы, возможно, через год расскажем о том, как же мы все-таки создаем в образовательной организации стиле для профессионального роста, как мы применяем коуч-менеджмент, потому что вот та школа, которую мы готовим на конкурс, в ней есть пять коучей, и это тоже очень замечательная новость для нас, для меня, человека, который вот прям хотел бы, чтобы коучем все больше и выше входил в систему образования. Да, это стиль управления, это воздействие, где действительно появляется уверенность в себе, независимо от отбежания конкретного задания. Я провисну этот следующий слайд, и выйду уже, наверное, я думаю, что кто-то, если заинтересуется, может посмотреть очень подробно, я расписала все шаги по проектированию, скажем так, тех действий, которые можно организовать в образовательной организации, которая будет нацелена на профессиональный рост. Это если будет сборник по статье, то любой желающий может познакомиться потом с очень подробными шагами, которые мы определяем на этапе вдохновения, на этапе реализации, оптимизации, и как мы поймем, что мы были успешны. Конечно же, это метод стратегического прогнозирования форсай, когда мы стараемся предвидеть перспективы развития. В прошлом году в городе Батайске у нас была замечательная форсай-сессия, где мы прогнозировали развитие муниципалитета, и мы приглашали наших замечательных коучей, которые работают в Ростове, и мы вместе с уровнями, то есть в процессе муниципальной системы, системы методического сопровождения, самих педагогов и руководителей, что очень важно, проектировали Батайск 2030, то есть делали вот такие прогнозы и определили шаги, что необходимо делать, чтобы прийти к эффективным результатам в 30-м году. Это различные экспертные модели, это метод Дельфис, скот-анализ, мозговой штурм, построение сценариев дорожных карт, это любимейший инструмент, формат конечного результата. Это настолько работает, что наши руководители потом говорят, да теперь я понимаю, что вот он, вы знаете, когда мы рисуем картинку, видение желаемого в будущем, когда мы начинаем конкретизировать те самые шаги или как вы поймете, что это вот то самое, что я хочу, и мы переносимся на время времени, и как правило, это вопрос о том, что представьте, что лет через пять вы заходите в свою собственную школу, и что вы там в ней видите, и вы перемещаетесь по пространству, и вот тут как раз визуализация и наши руководители работают, работают, и поэтому это позволяет потом уже выстроить ту дорожную карту, те шаги по тому, чтобы быть в пути и вдохновлять за собой свою команду. Поэтому, конечно же, сегодня в завершении, конечно, я уже говорю о подготовке внутришкольной профессиональной учебы, и в статье будет очень подробно рассказано о том, как это сделать при помощи тех самых открытых вопросов, при помощи приемов китайского НИО, когда мы ищем различные способы и так дальше. И в результате этого у нас, конечно же, появляются дорожные карты корпоративной модели повышения квалификации образовательной организации, план управления реализации таким проектом корпоративной системы повышения квалификации, потому что сегодня повышение квалификации где-то, скажем так, в институте повышения квалификации это хорошая история, но еще очень важно организовать повышение квалификации у себя в образовательной организации. Поэтому на следующих слайдах презентация останется в сети, вы можете как раз посмотреть, как мы проектируем корпоративную систему учительского роста, то есть как мы в поученном формате выставляем цели, как мы обследуем реальную ситуацию, насколько мы осуществляем максимальную детализацию для того, что мы хотим получить, и тогда это примеры вопросов, которые можно предъявить, и это составление списка возможностей, и опять же, это как раз инструменты коучингового подхода, инструменты коучинга, которые действительно находят очень достойное место сегодня в управлении. И у нас появляется план действий, мы принимаем решение, и мы отправляемся в путь, и у нас, возможно, будут те самые результаты, которые поставлены перед нами государственной образовательной политикой, национальным проектом образования, и всем тем таким большим, достойным регистром или спектром федеральных проектов в составе национального проекта. Коллеги, ну вот, я засыпала время, оно у меня вышло, мы, педагоги, очень любим поговорить, вот, я вас благодарю за внимание, мне очень всегда вдохновляющим является пространство нахождения в рамках этой конференции, и про взаимодействие, которое можно выстраивать после конференции. Если у вас есть вопросы, то забудьте.